Так, друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас пятница, 8 июля, с вами Тарасцой, и мы посмотрим на экономические данные, которые выходили на этой неделе, и посмотрим на волновую разметку, как она изменилась по итогу текущей недели. И, конечно же, поговорим о сегодняшних пейроллах, которые все постоянно ждут для того, чтобы отыграть эти пейроллы. Так, давайте посмотрим на... Сейчас мы поделимся экраном. Секундочку. Так, это есть, это у нас с вами евро-доллар. Ну, давайте сначала, как обычно, с экономического календаря и посмотрим, в принципе, в понедельник, да, у нас был такой спокойный день, в Америке был официальный выходной день. Самое интересное уже началось со вторника, в поздно ночью, вернее, рано ночью по Австралии выходили розничные продажи, они были хуже прогнозов. После этого, уже во вторник утром в 7.30 утра, оглашение Резервного банка Австралии по основной ставке. 1.75 ставка была, ее не тронули, оставили на прежнем уровне, на уровне 1.75, и получается, что два заседания подряд Резервный банк Австралии ничего не меняет в своей политике. Однако в комментариях указал некую слабость, и поэтому австралийский доллар после оглашения основной процентной ставки немножечко находился под давлением, хотя на следующий день отыграл почти все падение. Также из данных можно отметить выступление Банка Англии, речь от главы Банка Англии Марка Карни, и в своем заявлении они отметили, что, во-первых, они снизили сейчас с 0.5 до 0 ставку, во-вторых, так, минуточку, я сейчас посмотрю точно. Так, так, так. Так, секундочку. Да, так оно и есть, только для того, чтобы увеличить кредитоспособность банков по некоторым подсчетам приблизительно на 60-80 миллиардов. Так, следующее. В среду очень интересно у нас была публикация индекса деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками в Соединенных Штатах Америки, индекс ISM, и по прогнозам предыдущее значение было 52,9, прогноз был 53,3, а вот вышли данные на уровне 56,5. Что хотелось бы отметить в этих данных. В индексе ISM у нас есть подпункты и подиндексы, отслеживая которые можно как раз-таки говорить о темпах роста, в том числе и по данным, которые будут опубликованы сегодня, да, в пятницу. Он состоит из таких подиндексов, как индекс новых заказов, индекс цен, индекс занятости и индекс деловой активности. Так вот, из подиндексов стоит отметить, что индекс новых заказов в июне вырос до уровня 59,9, а в мае был 54,2. Индекс цен упал до 55,5 против 55,6 в мае. Так вот, самое интересное, индекс занятости в июне вырос до уровня 52,7 против 49,7 в мае. То есть почти, да, на три пункта у нас индекс занятости вырос по отношению с мая месяца. Хотя мы помним, да, что сгенерированные рабочие места в прошлом месяце вышли на очень низком уровне, порядка 38 тысяч, и думаю, что сегодня как раз-таки эти данные будут пересмотрены в сторону повышения, и сегодня мы получим выход данных по безработице и созданных рабочих мест, думаю, что на очень хорошем уровне, так как индекс ISM, который публиковался на этой неделе и на предыдущей неделе, его подиндексы отображали хорошую динамику именно в индексе занятости. Поэтому сегодня, да, с большей вероятностью можно ожидать именно хороших payroll, нежели плохих. Тем более, да, как бы, о том, что, как бы, ну, последние данные были очень плохие, и, да, все-таки, ну, я бы ожидал как раз-таки, скажем, больше хорошие данные, чем плохие. Именно исходя из индекса деловой активности. Также в среду были публикации протокола встречи ФОМС, да, с последнего заседания. Ну, в принципе, мнение членов ФРС разделилось. Они не исключают никакой вариант, но для того, чтобы оценивать дальнейшие какие-то стимулирующие меры, им нужно больше данных, отслеживать больше макро-статистики для того, чтобы решаться на какие-то дальнейшие меры. То есть пока все остается так, как есть, и ни о каком повышении и о понижении ставки пока не будет идти речи. Так, в четверг у нас выходила инфляция в Швейцарии, вышла она, ну, скажем так, немножечко лучше прогноза. Ну, и промпроизводство по Великобритании вышло, целый блок данных в четверг выходил по Великобритании, весь он вышел, ну, скажем так, лучше ожиданий, но все равно фунт находится под давлением, так как те меры, которые предпринял Банк Англии, и та статистика по Брекситу, которую мы получаем, оказывает давление на британскую валюту. Вчера также в 15.15 были опубликованы данные изменения числа занятых от ADP, и прогноз был на уровне 159 тысяч рабочих мест, вышел на уровне 172. Ну, как бы это также, да, такой предвестник перед payroll, и многие как раз-таки на него обращают внимание, хотя очень редко он совпадает с данными, которые выходят в Соединенных Штатах именно в пятницу. Ну, и сегодня, в пятницу, да, самое интересное, в 15.30 у нас уровень безработицы по Канаде и уровень безработицы по Соединенным Штатам Америки. Прогноз, да, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики или non-parm payrolls. Прошлое значение 38 тысяч, очень маленькое значение, давно мы такого не видели. То есть у них был такой вот стандартный тренд на 180-200 тысяч, и выход значения 38, но это очень мало для Соединенных Штатов Америки. Текущий прогноз на уровне 175. Если мы сегодня видим значение выше отметки 175 и пересмотр прошлого значения в большую сторону, то мы получим волну укрепления именно по американцу, и нужно этим воспользоваться. Уровень безработицы. В прошлый раз он скакнул на целых 3 пункта. Получается, что уровень безработицы был на уровне 5, и значение вышло 4,7. Сейчас прогнозируют значение 4,8. То есть даже помимо того, что достаточно мало было сгенерировано рабочих мест, но почему-то уровень безработицы очень сильно прыгнул аж на целых 0,3%. Ну что ж, давайте в принципе перейдем к валютным парам и посмотрим, что у нас изменилось из волновой разметки. Ну тут почти на всех валютных парах такая же ситуация, какую мы и рассматривали. По евро-доллару мы с вами ждали завершения тройки А, Б, С. Давайте немножко толще сделаю. Так, мы с вами... А, Б и С. И судя по всему, С была завершена в виде такого клина. После отбоя от этого клина и локальной коррекции можно было заходить в продажу по евро-доллару. Опять же таки, сегодня, исходя из данной разметки, пробой отметки 23 фиба, растянутый на этот импульс, и отметки 1,1033, судя по всему, откроет продажу в рамках снижения в составе волны 3. То есть это будет волна 3 в составе более крупной третьей волны на старшем уровне. Поэтому, да, после пробоя, тот, кто находится в продажах, думаю, что можно как раз таки сегодня поддержать эти продажи, потому что хорошей отметкой для продаж выступала зона 1,1150 после вот этой вот локальной коррекции. И сегодня, да, после пробоя дополнительной отметки 1,1030 можно искать дополнительные сигналы на продажу. То есть тут, в принципе, все без изменений, как мы с вами и рассчитывали. Основной вариант у нас остается в силе, его нужно отрабатывать. По фунту аналогичная ситуация. Мы с вами рассматривали с завершением волны 2 или с более сложной какой-то коррекционной моделью, но фунт сразу после выступления Марка Карни оставался под давлением, и здесь мы также получили импульсную модель. У нас есть первая волна, есть вторая, импульсная, третья. Сейчас коррекционная модель 4 прошла, и, судя по всему, у нас снижение завершается уже в пятой волне, у которой цель обновить лову на отметке 1,2790. Там мы получим завершение пятой волны, завершение более старшей третьей, и, судя по всему, фунт уже перейдет в какую-то более глубокую коррекцию на старшем уровне в составе волны 4. Так, по австралийскому доллару смотрим на австралиец. Так, здесь, давайте начнем с А4, здесь мы также с вами ожидали тройки А, Б, Ц, как и по евро-доллару, после этого ждали заходной импульс. Что меня смущает сейчас? Ну, в данный момент, во-первых, мы получили очень сильную коррекцию, то есть, во-первых, она была очень быстрая, во-вторых, она очень резко откатила, и поэтому по австралийцу, возможно, здесь нужно быть немножечко аккуратным и посмотреть, немножечко понаблюдать за той ситуацией, которая будет именно на этой валютной паре. Потому что, ну, если мы с вами рассмотрим вариант с данной импульсной волной 1, после этого мы с вами рассмотрим заходную волну 1 и заходную волну здесь, то получим, да, серию из трех заходных волн, что не сильно, ну, скажем так, ну, как бы не очень хорошо. И данное движение очень, ну, скажем так, оно очень похоже на какой-то треугольник, и возможно, что здесь мы получим какой-то, да, горизонтальный треугольник, после которого можно будет искать либо продажи, либо покупки. Но основной вариант пока остается все-таки такой, который мы еще обозначали в понедельник, это то, что у нас был заходной импульс, после этого прошла тройка у нас А, Б, С, и после этого у нас есть снижение, да, в третьей волне, в составе этой третьей у нас прошел уже первый импульс, такая, да, глубокая коррекция, и после этого, да, снижение в какой-то третьей волне. Ну, опять же таки, видите, да, что серия с тремя заходными волнами, она немножко, ну, скажем так, заставляет задуматься, поэтому тут нужно быть весьма и весьма аккуратным на этой валютной паре. Так, переходим к доллар-франку, ну, уже больше людей, я думаю, после payroll в пятницу мы посмотрим на те данные, которые будут, и думаю, что с понедельника уже можно будет еще с большей уверенностью говорить, куда стоит ожидать дальнейшее направление данной валютной пары. Так, по франку, судя по всему, у нас также прошло завершение коррекции 2, мы получили первый импульс, поэтому сегодня на payroll в случае хороших данных мы можем получить также третью волну импульса в составе более крупной трети, как и на евро-долларе, поэтому тут также нужно следить, и, да, пробой уровня 0.98, закрепление за ним, и импульсная модель подскажет нам о дальнейшем походе именно на север. Да, у нас, видите, очень красивый импульс пошел пятиволновой, локальная коррекция, и сейчас доллар против франка также укрепляется, поэтому в случае выхода данных необходимо покупать доллар против швейцарского франка. Так, по доллар-иене. Ну, здесь, друзья, у нас также все очень и очень красиво отработалось, мы с вами выставляли критические уровни на отметке 103.54, так, в принципе, и произошло, не хватило иени силы немножечко, вернее, американцу пойти немножко выше, тут буквально 15 пунктов оставалось до критического уровня, и так, разметка не была нарушена, и после локального импульса, локальной коррекции у нас начала двигаться в составе волна более младшего уровня. То есть тут мы можем спокойно отметить первую волну, вот она наша локальная коррекция. Два, третья самая сильная. Четвертая и снижение в пятой волне в составе более клубной пятой. То есть, в принципе, тут можно ожидать какое-то завершение уже в ближайшее время, но, в принципе, здесь можно было очень красиво работать, так как критический уровень у нас не был сломлен, и все было в рамках прогноза, который мы с вами рассматривали в понедельник. Так, на канадском долларе. А вот по Канаде, друзья, у меня мысли разнятся, поэтому какой-то идеей, так, чтобы ее отработать. Раньше я предполагал, что у нас будет формирование более старшего горизонтального треугольника с волнами А, Б, С, Д и Е. Но если мы сегодня получим плохие данные, то, возможно, доллар против канадца будет находиться под давлением, и мы увидим снижение в составе волны Д. Но пока об этом не хочется говорить, все-таки я ожидаю хороших данных по сегодняшним пейролам. И, опять же, то, что мы вчера получили, очень сильный импульс. То есть, видно, это очень похоже на импульс, а это на локальную коррекцию. То есть, поэтому основной вариант по доллару против канадского доллара – это также покупки. Так, а вот новозеландец у нас немножко ведет себя не так, как хотелось. Вчера я поймал лося на данном движении. То есть, мы с вами рассматривали вариант, опять же-таки, ну, судя по всему, как и по австралийскому доллару, мы рассматривали импульс, потом локальную тройку А, Б, С. И вот данное движение я рассматривал как первый импульс в составе более крупной третьей волны. Вот этой вот. И критический уровень у нас находился в высшей отметке 0.7240. И, опять же-таки, вчера новозеландец отыграл абсолютно все падение, которое у него было, отыграл этот импульс. Хотя тут, ну, очень можно было красиво рассмотреть именно 5-ти волновую модель, да, первую, вторую, третью, четвертую и пятую волны и локальную коррекцию вот здесь вот. Ну, видите, что новозеландец повел себя немножечко по-другому. Опять же-таки, сейчас перехожу на дневной график и, да, перехожу на дневной график и хочу посмотреть, что все-таки мы находимся, да, как правило гласит, что продавая, да, от сопротивления покупают поддержки. И получается так, что сейчас мы стоим на таком достаточно сильном уровне вблизи отметки 0.7250, можно чуть подкорректировать. И, как видите, на истории этот уровень выступал ранее достаточно хорошей поддержкой, хотя были достаточно длинные шипы, уходили глубже на пол фигуры, да, приблизительно на пол фигуры, как и, в принципе, в прошлый раз, тоже почти на пол фигуры уходил шип, но день закрылся ниже данной горизонтали и после этого было хорошее сначала, да, хорошие импульсы наверх, сейчас хорошие импульсы вниз. Поэтому все-таки по новозеландцу я продолжаю ожидать снижения, но теперь критический уровень находится выше хая 0.7296, то есть выше экстремума, от которого мы, судя по всему, сделали, ну, такой вот первый заходной импульс. Так, ну и еврофунт. Тут еврофунт вообще красивейшим образом себя повел. Мы с вами рассматривали вариант с отработкой пятой волны в составе более крупной пятой и отрабатывали цель один к одному. В принципе, у нас так и получилось, то есть почти тут пункт в пункт отработалась пятая волна, хотя на более младших волновых уровнях еще возможны походы наверх, но, судя по всему, тут движение скоро будет подходить к концу и движение в пятой волне у нас, ну, скажем так, истощается. Хотя, возможно, еще движение и продолжение именно на север. Но отработка именно в пятой волне была на самом деле очень и очень красивая, потому что у нас на более младших уровнях у нас как раз-таки были импульсы и локальные коррекции. То есть, в принципе, у нас видно импульс, локальная коррекция, импульс, локальная коррекция. Ну, то есть, в принципе, очень красивое трендовое движение, по истечению которого можно спокойно набирать позиции и торговое движение. Ну, видите, что откаты уже пошли немножечко глубже, 130 пунктов, 120 пунктов. То есть, тут нужно уже подзадуматься и, судя по всему, возможно, да, коррекция перешла на более какой-то старший уровень. И сейчас, да, стоит ожидать какой-то более глубокого отката по еврофунту. Ну, опять же-таки, основная идея, которую мы рассматривали в понедельник, она также была отработана. Конечно, больше уже поговорим после пейролов и увидимся с вами в понедельник в 10 часов утра. Ну, в принципе, у меня все. Сегодня, да, очень такой интересный день и желаю всем, ну, скажем так, прибыльно его отработать и максимально эффективно постараться отыграть текущие пейролы. Все, друзья, увидимся в понедельник. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...